Врачи и профильные эксперты рассказали Нижегородцам о способах комплексной поддержки организма, методах профилактики вирусных инфекций, а также о том, что делать, если уже заболел или о том, как этого не допустить. Все это на итоговом форуме просветительского проекта «Точка жизни» в Нижнем Новгороде. Я буду рассказывать про такой раздел медицины, который называется превентивная медицина, то есть медицина, которая занимается, по сути, профилактикой заболеваний, а не традиционной медицины, когда уже что-то случилось плохое и приходится это расхлебывать. То есть превентивная медицина – это, по сути, медицина будущего, и она базируется на том, что врач, с одной стороны, и пациент, будущий пациент, по сути, любой житель нашей страны и в целом мира, он должен следить за своим здоровьем, обращать на нее внимание и уметь это делать. Не только рассказали, но и показали. Участники конференции опробовали на себе несколько упражнений, помогающих справиться с внезапно возникшим стрессом. «За души» – деструктивный механизм, так сказать, на корню. Это действительно ценное мероприятие, особенно для меня, как для специалиста по общественному здоровью. Это итоговый образовательный форум в рамках нежрегионального просветительского проекта «Точка жизни», где проходит и конкурс рисунков, и освещается вопрос здорового образа жизни, что настолько актуально сейчас в наше время. Важность профилактики неинфекционных заболеваний, инфекций и важность вакцинации. Вакцинация – один из главных способов не только для личной защиты от нашумевшего заболевания, но и в целом победы над COVID-19. Для участников мероприятия на площадке конференц-зала был организован пункт вакцинации, так что во время кофебрейка все желающие могли сделать прививку. Я раньше категорически была против делать вакцину, но после лекции я более уверенно стала, что это только во благо, и мои со мной просто рассеялись. Итоговый форум просветительского проекта «Точка жизни» прошел при поддержке Центра управления и реализации проектных решений «Капитал» с привлечением экспертов и работников медицинских учреждений. Служба информации Екатерина Васильева, Мария Бурова, Николай Прохоров.